приветствую всех зрителей канала сегодня не совсем автомобильный ролик но на тематику которая возможно будет интересно мужскому полу иногда как возможно некоторые из вас люблю поиграть в sony playstation до недавнего времени пользовался не штатной гарнитурой не сонитской могу показать свои старые наушники вот такая моделька мне не очень понравились когда их впервые нашел в китае они продают продаются и продавались только на внутреннем рынке китая это компания лиме больше известная в россии как лека впоследствии я еще покупал когда лека еще не существовало в россии они не выходили на рынок со своими телевизорами смартфонами и прочей техникой в китае они на тот момент занимали одни из лидирующих позиций на рынке электроники наушники очень классные они мне понравились по дизайну на тот момент это все получается у нас софт-тач пластик здесь идет резиновая поверхность но не очень приятная качество просто обалденная вот но гим уже наверное уже пятый год и только в последний год они начали обладать вот эти посмотрим есть тоже было покрытие такое как кожзам хотя эти штуки можно амбишуры купить сменные они очень легко разбираются вот единственно аккумулятор уже начал подводить не хватает ненадолго уже буквально на 35 дней активного использования звук у них очень классно несмотря на то что они не очень большие они получаются покрывают уши но не полностью вот мне они понравились среди всего по своему дизайну и когда их впервые послушал вот я честно честно говоря был поражен качеством звука они с телефона очень классно звучат вот я их брал с собой на тренировку тоже удобно без провода соединился они очень легкие вот на тот момент в китае они стоили порядка двух с половиной тысяч рублей где-то пять лет назад это более-менее такая нормальная сумма и они меня ни разу не подводили вот они до сих пор работают все с ними хорошо в принципе если заморочиться можно можно поменять вот эти амбишуры и заменить аккумуляторы они опять будет работать единственно что мне не устраивало что при подключении playstation у них микрофон не работает хотя у них микрофон есть и если вы их коннектите с телефоном разговаривать принимать звонки можно но при подключении к playstation и получается они коннектились не к самой приставке а к телевизору ну соответственно в режиме чата ими нельзя было пользоваться орган управления у них такое колесико 5 кнопок влево-вправо это переключение треков вверх-вниз это у нас громкость и средняя кнопка это принять отклонить вызов или набрать последнего набранного абонента колесика очень схожа ну допустим с пультом телевизора сяоми не знаю кто у кого передрал дизайн но очень все похоже ну зная китайцев они друг у друга постоянно передирают напишите тоже своем опыте если у вас были такие наушники от лиме или леку работают ли они до сих пор на сколько вам хватило довольны ли вы ими по совету некоторых моих друзей обратил внимание на соневскую гарнитуру platinum серии это топовая линейка вот можете посмотреть я думаю те кто играет и любит продукцию sony именно playstation знакомы с этой гарнитурой вот называется platinum новую я не стал покупать гарнитуру ну честно говоря жаба задушила там 9-10 тысяч отдавать за наушники которыми будешь перед периодически пользоваться не так часто нашел поставщика который в китае занимается бушными гарнитурами посмотрел отзывы китайцев что состояние наушников принципе довольно неплохое они без каких-то явных изъянов цена очень даже вкусная вот эти я купил за три с половиной тысячи плюс доставка еще вышла ну грубо говоря там пределах 4000 они не обошлись в состоянии можете посмотреть пусть никаких глобальных здесь косяков я не вижу никаких сколов в ремонте они не были следов вскрытия также нету вот все в отличном состоянии амбишуры тоже целая ну здесь можно увидеть маленькую точку такую как чем-то ткнулись сюда я не знаю вот это в одном месте здесь все нормально с этой стороны тоже вот амбишуры все абсолютно живые не ободранные но в крайнем случае даже если если бы они были в каком-то плохом состоянии их можно купить они сменные стоит комплект по моему или 300 то ли 500 рублей все кнопки тоже на месте складывание работает никаких проблем нету хотя принципе это болячка была у гол серии первого поколения вот здесь вроде бы все выглядит довольно надежно этот кнопки переключения звука между чатом и игрой также кнопка включения и кнопка выбора двух пресетов игровых кнопка выключения громкости кнопка регулировка качелька громкости здесь зарядка микро usb здесь аудиокабель три с половиной миллиметра вот на правом ухе режим 3d 2d честно говоря мне он не особо нравится как-то включаешь 3d 2 становится как из ведра поэтому я его выключаю и играю без него комплекте положили шнурок micro usb ну собственно сам донгл который подключается в юсб пожалуй весь комплект я их уже проверил работает все идеально включается сразу определяется настраивается звук конечно изумительный ну а учитывая стоимость этих этих ушей вполне себе считаю нормальная покупка вот также параллельно заказал для теста ну такую модельку от эдифер называется на g4 cg это не обычная g4 это какая-то альтернативная модификация она представлена только на рынке китая вот в россии таких не видел выглядят они довольно прикольно они проводные подключаются в юсб еще здесь есть rgb подсветка не знаю подсветку это такое себе преимущество в принципе это такой атрибут для геймерских наушников они подходят в отличие от сонимских они для компьютера тоже подходят выглядит таким образом здесь микрофон он получается съемный три с половиной миллиметра подключается здесь такая ветрозащита сами уши выглядят таким образом ну прикольно смотрится так черный лак не знаю насколько его хватит сами динамики здесь 50 миллиметров такие же как и установлены в соневских амбишуры если сравнивать по мягкости то здесь конечно они мягче но вопрос в том насколько их хватит насколько они долговечные будет и через сколько они начнут облазить облазят они абсолютно все естественно особенно если допустим вы играете и у вас там к примеру там есть щетина она довольно быстро тоже обдирает их здесь вот на дужке видно провод кожаная вставка ну конечно так молодого дельмантина вот бай элифир левый правый подписан давайте вытащим коробки посмотрим что здесь есть такой пультик включение выключения микрофона и включение выключения подсветки сбоку здесь такая крутилка это регулировка громкости подключается это все в usb ну как бы такого плана наушники в китае они мне обошлись примерно где-то 3 700 рублей то есть это уже дороже чем выушные соники они по крайней мере абсолютно новые скажу что я протестировал уже и эти наушники и эти вот элифир и честно говоря к моему удивлению элифир мне понравился больше по звучанию здесь звучание гораздо показалось мне чище и немножко громче вот соневских конечно все хорошо там есть пресеты для некоторых игр но элифир несмотря на то что пресетов здесь нет по звуку как-то мне показался но как минимум не хуже вот поэтому за такие деньги я считаю это будет наверно лучшим вариантом если допустим вы хотите относительно недорогие наушники и чтобы они были новые особенно если допустим хотите кому-то на подарок естественно вы бы уж не не будете покупать на подарок вот а вполне себе для приставки или для компьютера вот эта модель я думаю подойдет идеально вот на коробке даже тут заявлено ps4 совместимость иксбокс мак мак даже заявлен поддержка ну и писи естественно но включить я вам их не могу проверить так как микрофоном это все бесполезно делать вы все равно не услышите разницу вот ну можете поверить на слово что эти наушники звучат абсолютно не хуже вот еще заказал вот эту же версию только версию про у нее еще есть такая функция как вибрация то есть кроме кроме каких-то звуков у вас еще происходит вибрация при низких частотах не знаю как это будет по ощущениям интересно или нет но хочу попробовать потому как пока еще не определился все таки брать соневские или брать вот эти в пользу беспроводных конечно можно считать что это гораздо удобнее лежишь на диване на любом расстоянии вот но иногда напрягает тот момент что наушники могут быть разряжены и если ты хочешь поиграть и у тебя нет возможности нет времени на зарядку шнура допустим под рукой нет который можно подключить то в принципе проводные здесь я думаю будут решать проводных длина кабеля 2,5 метра хватит для большинства игроков кабель тканевая плетка в принципе я думаю довольно неплохо не будет он ломаться при этом он довольно мягкий потому что бывает бывает провода и жестковатые этот абсолютно мягкий что я могу сказать уши вполне себе так прикольные дизайн интересный поэтому могу рекомендовать покупки вот соневскими пока попользуюсь вот дождусь про версии сравнил уже соневские с про версией тогда уже приму решение какие себе оставить напишите пожалуйста в комментариях какие бы выбрали вы наушники для себя возможно у вас есть уже опыт какой-то сравнение соневских там gold серии или platinum серии с теми же проводными наушниками что выбрали вы и почему буду признателен за ваш опыт за ваши комментарии если ролик был для вас полезен поставьте пожалуйста лайки если не был полезен можете оставить дизлайк и напишите почему оставили дизлайк подписывайтесь на канал всем удачи пока пока